Владельцам автомобиля без техобслуживания нужно внести аванс по транспортному налогу до 15 декабря. Сделать это можно через интернет или мобильное приложение, на почте или в отделениях банков, а также через электронный сервис «Личный кабинет плательщика». Вторую часть за 2021 необходимо оплатить до 15 ноября следующего года. В четвертую волну коронавируса молодые люди болеют в более тяжелой форме, а непривитые пациенты чаще попадают в реанимацию. Тем временем, все больше отделений в больницах перепрофилируют под ковидные. Поликлиники перешли на усиленный режим работы, а пункты для вакцинации работают во всех регионах страны, как стационарные, так и мобильные. Почти месяц как в Беларуси действуют документы нового образца. С 1 сентября их выдают все отделы по гражданству и миграции. Ежедневно поступают около тысячи заявок от белорусов и иностранцев. По традиции, больше всего паспортов и ID-карт вручают в отделе Фрунденского района столицы. Их овладателями стали около 600 человек. За сутки в лесах Беларуси потерялись 19 человек. МЧС напоминает, отправляясь в зеленый массив, обязательно сообщите об этом родным. Поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности. Особое внимание уделяйте детям. Они всегда должны быть в поле вашего зрения. Хоккейный клуб «Бобруйск» приглашает всех болельщиков на домашние матчи. Они пройдут 4 октября в 17.00 и 5-го в 13.00. Соперник – команда «Пинские ястребы».